Путин объявил о новейших видах российского вооружения, не имеющих аналогов в мире. У России такое оружие есть. Гиперзвуковая ракета. Ракета без ограничения траектории полета. Ракеты, которые могут летать в плотных слоях атмосферы. Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Подводный беспилотный аппарат. Уникальные боевые лазерные комплексы. И все тут же заговорили про гонку вооружений и страшную русскую ракету. Хотя на самом деле это Россия чувствует себя в опасности. И хочет восстановить ядерный паритет. Как он работает и что имел в виду Путин, когда сказал... Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Давайте разберемся. Ядерный паритет – результат гонки вооружений. Она была спровоцирована первым и пока единственным в мировой истории ядерным ударом. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Сегодня общее число жертв трагедии превысило 450 тысяч. К 49 году СССР разработал собственную атомную бомбу. В 1952 году США испытали первый водородный заряд. Через год это сделали в Советском Союзе. Обе стороны, стараясь обогнать друг друга, начали разрабатывать баллистические ракеты. США разместили ядерное оружие в Турции. СССР в ответ на Кубе. Результатом стал Карибский кризис, когда стороны вплотную подошли к ядерной войне. Москва и Вашингтон осознали, что в этой войне не может быть победителей. Началась разрядка. К началу 90-х казалось, что противостояние между Москвой и Вашингтоном сошло на нет. Это время обещаний, которое потом окажется обманом. НАТО дает лидеру СССР Михаилу Горбачеву обещание, которое потом станет знаменитым. Не дюйма на восток. Даже такие были выражения, как это было у Бейкера, у секретаря, что мы и на 10 сантиметров не двинемся в интересах НАТО или что-то. Рассекреченные недавно документы по тем самым переговорам 90-го года показали, что так и было. Если Соединенные Штаты сохранят свое присутствие в Германии в рамках НАТО, то сегодняшняя военная юрисдикция НАТО не на дюйм не сдвинется в восточном направлении. Не будет предпринято никаких попыток по недопущению кого-либо или продвижению кого-либо в ущерб остальным. 94-й год. США передумали насчет продвижения на восток. Мы хотим продвигаться дальше, но я ни за что не буду использовать это против вас. Но за 18 лет новыми членами НАТО стали Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Албания, Хорватия, Черногория, а также бывшие советские республики Литва, Латвия, Эстония. Вот так силы НАТО вплотную придвинулись к России. Вот мем из интернета про то, что Россия придвинула свою страну слишком близко к базам НАТО. А еще к России придвинулись системы ПРО, еще одно невыполненное Америка обязательство. В 2002 году США вышли из договора об их ограничении, который был подписан еще Советским Союзом. Что такое противоракетная оборона? Это то, что дает одной из сторон возможность не только запустить свои ракеты, но и перехватить ответный удар. Гарантия победы в возможной войне. Конечно, НАТО и США говорят, что ПРО не направлены против России, а нужны для защиты от Ирана и Северной Кореи. Но глядя на карту, начинаешь сомневаться. ПРО установили в Польше и Румынии, в Калифорнии и на Аляске. Еще их собираются установить в Японии и Южной Корее. Корабли ПРО патрулируют моря и океаны недалеко от российской границы. Создаются элементы системы противоракетной обороны. Что нас очень беспокоит, и мы постоянно об этом говорим в течение 10 лет, это разрушает стратегический баланс в мире. Баланс нарушен. А еще Россия, которая, в отличие от США, не наращивает ПРО в смертельной опасности. Вы же все понимаете, о чем идет речь. Чего молчите-то? Вы все молчите. Ситуация усугубляется. Ведь это подталкивает гонку вооружения. Новый виток создает. Это же очевидная вещь. Вот мы все время думаем, а как ответить? Мы думаем, совершенствуя систему преодоления систем противоракетной обороны. Вот это и есть виток гонки вооружения. Россия была вынуждена придумать оружие, которое может преодолеть ПРО, чтобы восстановить ядерный паритет. При этом Россия обошлась без огромных затрат на гонку вооружений. Система «Кинжал» запускает гиперзвуковые ракеты с самолета МиГ-31. Они летают в 10 раз быстрее, чем скорость звука. Они неуязвимы для ПРО благодаря скорости и непредсказуемой траектории полета. Эта ракета уникальна. Американцы планируют начать испытания своего гиперзвукового оружия только с 2019. Крылатые блоки системы «Авангард» тоже гиперзвуковые. Их скорость в 20 раз больше скорости звука. На межконтинентальной баллистической ракете они поднимаются на высоту нескольких десятков километров, а потом с огромной скоростью пикируют вниз, маневрируя как самолет. Это позволяет им уклониться от ПРО. Для сравнения, существующие баллистические ракеты, войдя в атмосферу, летят по заданной траектории, поэтому становятся уязвимы для системы ПРО. Ракета «Сармат» — обычная межконтинентальная баллистическая ракета, но она летит гораздо дальше, чем предыдущая. Знаменитый «Тополь-М» нужно было запускать по кратчайшей траектории — через ПРО. «Сармат» можно запустить через полюс — свободную зону, где ПРО нет. И ракета все равно долетит. Но главное, что «Сармат» — тяжелая ракета и способна нести более 20 боевых блоков. Это в 5 раз больше, чем в ракетах предыдущего поколения. Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергоустановкой — уникальное вооружение. Такая же ракета, как американский «Томагавк». Только «Томагавк» летает на 2500 километров. Ее дальность ограничена количеством топлива. Новая крылатая ракета летает бесконечно. Она просто может пройти по любой траектории в обход ПРО. Как и подводные беспилотные аппараты «Посейдон». Это как дроны, только для подводного мира. Их запускают с подводной лодки, и они по глубокому дну с огромной скоростью бесшумно плывут к цели, огибая рельеф. Причем они двигаются на такой глубине, что никакое оборудование их не замечает. Но даже если заметят, из-за огромной скорости торпеды под водой поразить ее ничем невозможно. Эти новые вооружения, работая в комплексе, способны нейтрализовать все существующие системы ПРО. Система «Кинжал» выведет из строя наземные ПРО. «Посейдон» — морские. После этого «Сармат», «Авангард» и «Буревестник» вылетят к цели, обходя любые оставшиеся препятствия. А еще есть боевые лазерные комплексы «Пересвет». Они уникальны, потому что почти мгновенно доставляют энергию к цели и обладают неограниченным боезапасом. Они кратно расширяют возможности России в сфере обеспечения безопасности. Все эти новые системы вооружения у России уже есть. Это не воинственный шаг, а восстановление паритета. Если участники возможного военного конфликта понимают, что в случае атаки ударом возмездия уничтожены будут все, никто не станет воевать. А значит, нужно прекратить все время грозить кулаком и опять начать договариваться. Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. Может быть, теперь призыв к балансу сил в мире и равноправие всех игроков будет услышан. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.